МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И это правильно, поскольку, ну вот по мне, так налицо в действиях должностных лиц халатность и создание ситуации опасной для жизни. И тут, господа чиновники, должны жаловаться исключительно на себя. Вот обещали ждание Федову 16 марта, что работы начнутся через месяц. Не начали. Протянули до момента, когда начали плиты на чердаке падать. Но вот за это с вас и надо спрашивать. Люди уже палатки начали в палисадниках ставить, чтобы там пережидать, когда совсем страшно от скрипов и шумов в конструкциях разъезжающейся по шваме панельки. Вот это что, нормально? Рассказали мне, что в администрации шибко недовольны. Вот ну из-за чего было переполох поднимать, прессу звать. Я понимаю, что по логике чиновников, наверное, самое лучшее, что должны были делать люди, это сидеть тихо, не высовываться, не напоминать о себе, просто ждать чего-то, наблюдая, как их дом рушится на глазах. Неужели и правда есть идиоты, которые не понимают, чего людям в такой ситуации надо? Им надо, чтобы их дом не разваливался, и уж если этот процесс начался, чтобы те, кому полагается, предпринимали необходимые меры реагирования, не растягивая это на годы. Люди хотят спокойно жить в своем доме, а не быть погребенными под его развалинами. Все, больше людям ничего не надо. Если кому из чиновников этого не дано понять, то предлагаю ему переехать в этот дом, совершить экскурсию по чердаку и пожить на верхнем этаже со своей семьей хотя бы несколько суток. Они еще успеют застать самый цимик, скрип, скрежет, грохот продолжаются. И вот еще по ситуации. Нина Михайловна Чичкина, председатель общественного совета микрорайона, говорит, вот после того, как она Сарова позвала все это показать по телевизору, начали проявляться какие-то нехорошие признаки на уровне района. Вот на учебу ее по развитию местного самоуправления уже не позвали. Костя за спиной говорит, что перемывают. И вот не знает, чего еще дальше ждать, но есть нехорошее предчувствие. Ну так вот, хочу в этой связи предупредить чиновников Куйбышской районной администрации. Если там правда собираются мелко пакостить из-за того, что люди о своих проблемах посмели кому-то что-то рассказать и не стали молчать о недопустимости вмешательства в дела местного общественного самоуправления. Эту систему создает и патронирует губернатор. И любая ваша самодеятельность может быть расценена как саботаж его инициатив, но и как следствие помните о персональной своей ответственности. Как раз общественники и должны в таких ситуациях брать инициативу на себя, пока чиновники тупят. Поэтому любые попытки надавить на Нину Михайловну, чтобы вела себя там потише, или отомстить ей как-то за то, что позвала журналистов на разрушающийся дом, будут мною тут же взяты в разработку с обозначением конкретных персоналей и проработкой соответствия их занимаемой должности. Хотите бодаться? Давайте попробуем.